Сотрудники Сланцевского филиала Центра занятости населения Ленинградской области на базе городского дома культуры провели первую в этом году районную ярмарку вакансий, в работе которой приняли участие 9 работодателей Сланцевского района. Всего для соискателей в этот день было предложено 83 вакансии. Обычно стандартно у нас Петербург-цемент представители, Сланцевский цементный завод «Цесла» и другие, которые всегда активно работают с нами и оказывают содействие в трудоустройстве. С начала года трудоустроена служба занятости 45 человек. Конечно, это не такое большое количество, к которому мы стремимся к большему, но, к сожалению, январь-февраль всегда такие месяца более-менее холодные, поэтому, к сожалению, пока трудоустройство не очень высоко. Несмотря на это, в этот день ярмарку посетили 129 человек. Граждане, ищущие работу, могли лично пообщаться с представителями организации, получить ответы на интересующие их вопросы, а также уточнить информацию об условиях труда, режиме работы, системе заработной платы и социальных гарантиях. А с теми, кого заинтересовала вакансия, были проведены индивидуальные собеседования. Уровень регистрируемой безработицы – это один из главных показателей, отражающих ситуацию на муниципальном рынке труда. К сожалению, в Сланцевском районе уровень безработицы на протяжении ряда лет неуклонно оставался высоким. Уровень безработицы, к сожалению, в Сланцевском районе постепенно повышается. Если он на начало года составлял единицу, то на сегодняшний день уровень безработицы составляет 1,08. К сожалению, в городе ситуация напряженная, но мы стараемся и стремимся к трудоустройству, организовываем мероприятия, ярмарки вакансий. Поэтому обращайтесь в службу занятости и надеемся на взаимное сотрудничество с работодателями города. За прошедший 2017 год Сланцевская биржа труда смогла обеспечить работой 616 человек. И в связи с тем, что трудоустройство безработных граждан напрямую зависит от работодателей, сотрудники Центра занятости населения постоянно ведут активную работу по привлечению новых работодателей, ведущих деятельность на территории района, но не зарегистрированных в службе занятости. С начала года в службу занятости обратилось и зарегистрировано три работодателя новых, поэтому если вы организуете собственное дело или предприятие, которое действует на территории района, не зарегистрировано в службу занятости, мы готовы к сотрудничеству и приглашаем вас в службу занятости. Продолжение следует...